Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, друзья! Я вас приветствую на нашем последнем вебинаре нашей вебинарной недели. И, как всегда, прежде чем предоставить слово нашему сегодняшнему ведущему, я хотел бы сделать несколько объявлений. Во-первых, прежде всего для тех, кто впервые на наших вебинарах, хотел бы обратить внимание на то, что в самом начале чата располагаются две полезные ссылки. Первый из этих ссылок ведет на наш сайт, сайт Директ Академии. И главная страница этого сайта является расписанием вебинаров. В этом расписании вы можете ознакомиться и сразу же зарегистрироваться на все вебинары, предстоящие вплоть до конца июня месяца текущего года. А также посмотреть записи всех вебинаров, которые уже прошли. Сделать это можно прямо из расписания, из интерактивной части расписания, которая находится внизу страницы. Вторая ссылка, собственно, ведет на наш видеоканал на YouTube, где эти записи и хранятся. В настоящий момент там хранится более 280 записей всех предыдущих вебинаров, которые проходили в Директ Академии. И этот вебинар тоже попадет на этот же канал. Через некоторое время его запись появится там. Ну и я хотел бы проанонсировать несколько следующих вебинаров. Одну минутку, сейчас я в чат дам эту информацию. Вот эта информация. Это вебинары уже следующей недели. Первый из них 23 числа в понедельник состоится вебинар Юрия Николаевича Белоножкина, который у нас ведет цикл, связанный с электронным обучением. Называется он «Система онлайн-комментариев. Назначение, выбор, применение в обучении». 24-го во вторник профессор Романов из Тульского университета проведет вебинар под названием «Академические словари в школьной библиотеке». И вот немножко предвосхищая, перепрыгнув через 26 число, о котором я на следующей неделе буду говорить. Хотел бы проанонсировать интересный вебинар Александра Сергеева, популяризатора науки, переводчика, журналиста, члена комиссии Академии наук по борьбе с лженаукой, который называется «Научная истина определяется большинством голосов». Вот так вот в виде вопроса поставлена тема вебинара и посвящено это будет вопросам методологии и философии науки, причем в очень популярном стиле. Очень интересный обещает быть доклад. Я всех приглашаю на этот вебинар. Приходите на Александра Сергеева, будет очень-очень интересно. Ну что ж, у меня все. И я, собственно, приглашаю в эфир Софию Андреевну Богдасарову с тем, чтобы провести сегодняшний вебинар. Софья, прошу. Добрый день, здравствуйте. Сегодня мы будем в Ракако. Мы тихонечко подбираемся, мы прошли уже всю историю искусств, начиная с античности, и тихонечко подбираемся уже к нашему времени. Итак, эпоха Ракако – это самый изящный, пожалуй, стиль в искусстве, в европейском искусстве. И сегодня мы поговорим о том, как этот стиль отображался у нас на русских территориях, причем здесь китайское искусство, и как это все привело к французской революции, как те мотивы и идеи, которые питали искусство Ракако, привели к вот этому колоссальному коллапсу. Итак, мы начнем с главной картины, заставкой. Я выбрала это знаменитое полотно Фрагонара, которое ныне находится в Эрмитаже. Оно интересно по многим пунктам. Помимо того, что оно выражает сразу несколько основных ключевых моментов Ракако, видите, здесь прекрасная девушка, которая наряжена в изящное платье с чудесными складками. У нее ворует поцелуй украдкой ухажер. У нее такая жестикуляция неестественная, театральная, но при этом очень деликатная. В дальней комнате мы видим женщин, это, видимо, какие-то матроны, дуэни, которые знуятся вязанием или иглокаштой. Девушка вышла в соседнюю комнату, чтобы взять шаль. Вот она тут ее берет. И в этот момент к ней тайно из другой двери прибежал поклонник и ее целует. И это все выражает идею Ракако не только в том смысле, что тут все такое миленькое, приятное и ласковое, но и в том смысле, что вот это вот искусство такое нежное и не торжественное, оно принадлежало королям. История картины не очень известная, но точно известно, что она принадлежала в какой-то момент Станиславу Понятовскому, последнему королю Польши. А из его коллекции попала в Эрнитаж уже. То есть это вещь, которая, вещь премиума уровня, несмотря на такой вот не торжественный сюжет, не античный, это дорогая, престижная картина, изображающая сюжет, на который хочется смотреть монарху. Если мы вспомним предыдущую эпоху, которую я рассказывала в прошлый раз, запись вебинара лежит на ютубе, в прошлый раз мы говорили про классицизм, про первую стадию классицизма, которая была в 17 веке. И как раз то искусство, оно великое, торжественное, пафосное, гордое. И разница между Рококо и тем, что было раньше, она как раз в том, что великое перестало быть, она остаётся почётным, но при этом и маленькое тоже становится почётным. Вообще искусство как развивается? Каждый стиль, он либо является наследником предыдущего, развитием, например, арт-деко – это развитие модерна, либо наоборот, он становится аллергической реакцией на предыдущие. Например, конструктивизм советский – это аллергическая реакция на модерн, но на конструктивизм случилась и своя аллергическая реакция в виде сталинского ампира. То есть пышная, лаконичная, потом опять пышная. То есть либо стили наследуют друг друга, либо яростно отрицают и борются с ним. И вот Рококо в этом смысле, оно стало защитой культуры, вспышкой такого… В душе захотелось не пафоса, в душе захотелось милых вещей, миленьких вещей. И это одна из черт восемнадцатого века. И вот я вам показываю сейчас картину сквозь эциализма «Нахождение Моисея», где сюжет из Ветхого Завета и еврейская история показана с точки зрения, как будто это античный сюжет. То есть если не знать, что это библейская история, вполне можно решить, что это какой-то древнегреческий миф, потому что пафосный язык античного искусства с гордыми людьми, мускулистыми торсами, прямыми носами, он использовался абсолютно для всего, и для Нового Завета, и для Ветхого, и для портретов королей. А в Ракоко вот этого всего гордого не было. В прошлый раз я говорила, что единицы измерения, на что ориентировались художники классицизма, это была колонна. То есть человек был похож на колонну, архитектура вся строится с колонн. Это такая строгость, лаконичность, отточность, то, что можно придумать и построить по линейке, что тело, что здание. В Ракоко такого не было. В Ракоко как раз ровно противоположное. Вот другая картина, которая является тоже знаковой для эпохи Ракоко, одной из символических. Это картина Франсуа Буше, лежащая девушка, и считается, что здесь изображена фаворитка короля Ледовика XV, Луиза О'Нерфи. Легенда гласит, что Буше изобразил это наточницу в такой вот откровенной позе. У него есть еще вариации этой картины, где попа еще более видна. И эта девушка, она была никому не известна, она была эмигранткой, дочерью ирландского солдата, которая случайно оказалась пореже. И после того, как король увидел эту картину, он сразу же захотел с этой девушкой познакомиться с соответствующими целями. То есть перед нами самое успешное резюме XVIII века, не только в виде бумаги, а в виде картины. И здесь, когда мы смотрим на эту картину, мы понимаем, что никакая колонна, как в предыдущем случае, не может служить ориентиром, эталоном, точкой сравнения для этой живописи, для этого тела, для этого интерьера, даже для этой рамы. Для эпохи рококо является новый эталон, новая точка, от которой все развивается. И это у нас рококо, это у нас ракушка. Собственно, отсюда и название. Это раковина, она вся такая изящная, и извивистая, и сложная. То есть это непростая колонна, и по линейке ее не построишь. Нужны сложные лекалы. Вы смотрите, какая огромная разница с предыдущей эпохой. И вот смотрите, если мерить эту картину ракушкой, становится более понятно. Ракушка – это и декоративное обрамление этой картины, и плавные жесты. Вообще все искусство рококо обожает плавные жесты, обожает овальные рамы, вообще не квадратную, не подругольную форму, как она овальная. Все плавно, все извивисто, все нежно, нету острых конфликтов. Да, те, которые со мной в курсе этой маленькой истории искусства с самого начала, помнят, что я начинала с того, что говорила, что первые века, античность, средневековье, ренессанс, барокко, мы говорили о разных типах человеческого тела. То есть разные типы человеческого тела были идеологией выражения картин главной темой живописи и вообще всего искусства. Начиная с этого перевода, об этом говорить уже невозможно. То есть жизнь усложняется настолько серьезно, культура становится намного сложнее, что универсальный ориентир человеческого тела, куда прикладываются все идеологические точки, перестает быть таким. Жизнь становится очень сложной. Это и видно по истории искусства. Вот я здесь нарисовала, грубо говоря, такую схемку, как накладываются периоды друг на друга. Если до этого у нас была строгая очередность, античность заканчивается, начинается средневековье, средневековье заканчивается, начинается возрождение, возрождение заканчивается, начинается барокко. То в новое время такого уже не происходит. Периоды стилистические существуют одновременно, параллельно существуют, они накладываются друг на друга. То есть барокко, начиная от Рубенса и заканчивая художниками уже конца XVIII века, оно существует очень долго. Параллельно с ним существует ранний классицизм, эпохи Ледовика Солнца и его преемников. Потом в середине XVIII века мы имеем такой период, когда Рококо и барокко побеждают классицизм. Но потом он опять пробуждается, накануне Французской революции, чтобы стать тем ампиром, в котором построен наш Петербург и вообще половина Европы. Когда заканчивается ампир, это очень грубая схема, вы понимаете, очень грубая. Сразу начинается одновременно наложение кучи всего. И потом, я здесь уже не стала рисовать, одновременно мы имеем постимпрессионизм, экспрессионизм, авангардизм. То есть жизнь становится намного сложнее, и в простой схеме это кончилось, это начинается. Мы уже не можем это выразить. Так что мы будем знаем о XVIII веке, чем этот век отличался настолько сильно от предыдущей эпохи, что тогда сформировался стиль Рококо. Это был век, XVIII век, когда войны были, но они не были настолько жестокими. То есть профессиональная армия становится профессиональной, то есть войны начинают оттягивать меньшее количество населения, болезни более-менее побеждены, экономика более-менее развивается. То есть это более богатый век, более богатый. Ещё важная вещь, что в XVIII веке его не зря называют эпохой женщины. Это было столетие, когда государственную политику многие государства, в том числе самых сильных, направляли сильные женщины, которые стояли во главе государства. Мадам Компанур не была коронованной французской королевой, но она управляла своим любовником королём и определяла политику в течение десятилетий. Императрица Мария Трезия, Священной Римской империи, это, простите, почти вся Восточная Европа. Елизавета Петровна, другие наши русские императрицы, шутят, что единственная страна, в которой не управляли женщины в этот период, во второй половине XVIII века, это была Пруссия, и то только потому, что Фридрих Великий, правитель этого государства в этот период, он просто не любил женщину, а то бы у него завелась какая-либо любовница, которая была управлялась, но он их не любил. И здесь мы видим вот эти три великие женщины и их портреты в стиле Рококо написаны, причём все эти портреты разные, потому что стиль Рококо разный, и, как мы помним, вообще кажется, что это было короткое мгновение, нет, это было длинное время, это почти столетие длилось, стиле Рококо, оно началось после смерти Людовика Солнца и закончилось где-то накануне французской революции. Это длинный-длинный период, который наложил огромный печаток на искусство. И вот другая русская императрица, которая тоже имеет отношения к стилю Рококо. Мы вообще привыкли считать, что Екатерина Великая – это классицизм, это колонны, это великолепие, это вот эта стройность, строгость. Но, существуя, живя в этой эпохе, Екатерина, естественно, не могла быть чуждой Рококо, которая была сильнейшим стилем этого эпохи, потому что это был главный стиль Франции. Франция была главным модным арбитром, направляющим все искусства Европы. И здесь мы видим два портрета Екатерины Великой, где она девушка еще, только замужем за великим князем, по-моему, это все-таки уже русский орден, то есть это сразу после свадьбы где-то. И портрет, который написан незадолго до ее смерти. Их разделяет практически полвека, но при этом это обе картины в стиле Рококо, хотя в картине Боровиковского уже вообще его принято относить к сентиментализму. Значит, сентиментализм, он не появился бы без Рококо. То есть это вещь на стыке, и она, это зарождение сентиментализма и угасание Рококо. То есть сентиментализм – это наследник Рококо, а ампир – это аллергия на Рококо. Это как-то так. И главное, что мы видим, главные характеристики Рококо – оно милое, оно приятное, оно хорошее и оно не вульгарное. Вообще, для вещей, которые миленькие и красивенькие, очень сложно не быть невлюгарными. А эпохи Рококо, стилистике Рококо – это удается. Это вот из его волшебства, наверное, потому что стиль придумали французы, у которых определенное чувство стиля есть. и для Рококо важна еще такая вещь, что вообще памятников архитектуры, архитектуры в стиле Рококо достаточно мало. Это стиль малых форм. Портретов в стиле Рококо тоже не сильно много по сравнению с портретами в стиле барокко или классицизм, и вообще картинные в этих стилях. Рококо – это время малых вещей. Ну, естественно, если миром управляют женщины, то женщины понимают, что все вокруг должно быть красиво, не только фасады, не только большие плоскости, но и самые-самые маленькие вещички, которые окружают тебя в твоем быту, в твоем интерьере. И Рококо – это эпоха, когда безделушка становится тоже очень важным произведением искусства. И прекрасные мастера, качественные, великолепные, начинают обращать внимание на безделушки. Каждая деталь тоже становится произведением искусства. Фарфоровые статуэтки, украшения ювелирные, украшения для волос, вот как здесь в случае унитаз, вот это такой унитаз, внутри прятался, начнем горшок. Все становится изящным. Естественно, это было возможным только потому, что в этот период общество достигло достаточного уровня благополучия и богатства, чтобы у него было время, и силы, и деньги уделять время таким деталям. Потому что когда в мире все плохо, не до жира быть бы жил. А когда хорошо, то можно возиться с такими новочами. Когда государство богатое, в нем заводятся хипстеры. Вот так вот что-то происходит. И чтобы лучше понять, чем какие-то характерные детали, ракокоя, черточки. Вот мы посмотрели, как это выглядит в безделушках и в мебели. Давайте теперь посмотрим мебель. Вот здесь я для сравнения поставила два стула из коллекции музея Метрополитен. Один стиль создан в эпоху ракокоа, другой стиль создан позже, уже в XIX веке. Хотя, в принципе, и в эпоху раннего классицизма какие-то такие аналогичные же вещи создавались. На каком стиле, на каком стуле, вот мы смотрим, и нам приятно было бы сидеть, как мы видим. Какой стул, они оба мягкие, но кажется, что ракоко более мягкий, он более приспособлен для человека. У него, он какой-то гостеприимный, он уютный, но при этом ненадящий, некрасив. У него изогнутые ножки, у него мягкие подушки. Вот эти вот линии, они ласкают глаз. Стул в стиле ампир, он тоже очень красивый, стильный, но при этом он выглядит действительно как музейный экспонат, он выглядит как произведение искусства. Но вот такую же вещь можно было найти в раскопках в Помпее. Собственно, этот дизайн, он был придуман, он был разработан после того, как активно начали раскапывать Помпеи, и у художников появилось большое количество эталонных древнеримских вещей, с которых можно было копировать. И вот на этих двух стульях, мне кажется, отлично видна разница между двумя стилями. А давайте теперь запомним характерные черты вот этих двух предметов и перейдем к более сложному сопоставлению, сопоставлению двух портретов, выполненных в разных стилях. Портреты нашей императрицы Елизаветы Петровны, портрет, где она в белом платье, это более ракальная вещь, а где она в консонном платье с регалиями, золотом, это более обороченная и классистическая вещь. Вообще, про живопись, в отличие от стульев, конечно, говорить такие четкие слова, что это один стиль, это другой стиль, сложнее, потому что стили смешиваются, живопись и живопись очень сложнее. Итак, если мы опять взглянем на стулья и снова взглянем на портреты, мы увидим, что тут то же самое, что один портрет, она легкая, наша императрица-красотка, она в движении, ее платье струится, в занавесе на заднем фоне как-то играет, как будто их колышет ветеролкой, все это такое вот мгновение жизни. Причем лица, лица на обоих портретах, они могут быть совершенно одинаковые, скопированы с одного и того же образца, но все остальное обрамление, доличные, как это называется, в иконах есть лики и доличные, все остальное на коронационном портрете, где она в мантии, в мантии с двуглавными орлами, это не коронационный портрет, это просто портрет с мантией, это уже другой стиль. Видите, сзади колонны, изображен як интерьер, эти колонны сразу задают тон портрета, что это строгая официальная вещь. Платья, у него складки, платья, они повторяют канелюры у колонны, вот эти вот линии у колонны, то есть они абсолютно рифмуются, они же рифмуются с линиями сзади, с другим плечем императрицы. Даже мантия, которая струится не прямыми складками, а извивистыми, но все равно эти складки зливистые получаются строгими, будто по линейке. Вот такая вот разница между Рококо и классицизмом. Вообще Рококо само по себе, она ниоткуда, нельзя сказать, что она возникла ниоткуда, она стала развитием эпохи барокко, по которой мы разговаривали про Рубинса. Но чем барокко и его потомок Рококо отличаются? Вот здесь вот две картины. Картина Буше – это Рококо, а картина Рубинса – это барокко. Их разделяет более ста лет. Художники Рококо, они учились у ворочных мастеров, они их копировали. Но при этом, естественно, они перерабатывали, потому что это было наследие дедов, и его надо было переосмыслить и выразить что-то своё. И в принципе, да, вы видите здесь тех же самых смачных женщин, сильных мужчин, энергию, чувственность неприкрытую. Но есть одна вещь, которая вот очень такой чёткий фильтр. Барокко – это мужское искусство, это искусство мужчин. А Рококо, даже когда рисуют художники мужчины, это искусство женщин, это женственное искусство. И здесь эти две картины на сюжете античных мифов. Мы видим, что Буше, он более мягкий, он более нежный, действительно более женственный, более гуманный. Причём это картина Буше, которая написана в ранний период его творчества, когда он ещё перекушал Рубенса и находился под сильным его влиянием. В дальнейшей эпохе, в дальнейшем своём творчестве Буше станет ещё более нежным. Вот это другие картины Буше следующего периода. Слева Буше, тоже картина на античную мифологию, Зевс, который превратился в женщину, чтобы соблазнить другую женщину. Это Калиста, она была нимфой и свитой Дианы, куда запрещался его доступ к мужчинам. И Зевс превратился в Диану, Липпетер превратился в Диану, Артемиду, свою дочь, претворялся ей, чтобы нимфа Калиста дала возможность к себе приблизиться, подсобить. Так он её ребёнка сделал именно в этот момент, нимфу, что-то всё-таки заподозрено. А Артемида потом её убила за потерю девственности. И вот этот сюжет, на самом деле трагический. То ли Артемида потом убила эту несчастную Калиста, то ли Калиста родила сына, и этот сын её убил случайно, то ли их превратили в медведей, в созвездие Большие Медведицы. Это вот они. Это трагическая история. Но если мы не знаем этого сюжета, не знаем, что скрывается за этим названием, мы об этом не догадаемся, потому что это миленькая, сладенькая, приятная, невульгарная такая сцена, пасторальная, нежная. Это сцена из мифологии, а справа сцена из... жанровая сцена, сцена из жизни. Для искусства рококо важно, что в отличие от классицизма, в этот период галантные сцены, сцены из реальной жизни, они становятся такими же полноправными, достойными королевских коллекций, как до этого были только великие пафосные сюжеты. И на картине «Туалет» изображена девушка, которой натягивает чулочек, в ногу её кошечка, сужанка подавит ей чепчик, за широм у него стоит начинал горшок, кругом разбросаны предметы туалета. То есть это игривая-игривая сценка. И в этом разница со стилем барокко, потому что, хотя художники рококо используют те же самые открытия, что и художники барокко, также они ещё очень любили малых голландцев, опыт изучали. Всё это человеческое, всё это нежное, потому что люди устали от величества. И, естественно, поскольку Россия в этот период уже как бы великая империя, Елизавета сама по себе по характеру, Елизавета Петровна, ей всё это очень нравилось, она была лёгкий человек, весёлая царица. При ней с позданием на несколько десятилетий, правда, из Франции к нам проник этот стиль. головки, которыми украшен один из залов императорского дворца, вот это знаменитое, где стены, где-то не было заказано. И Екатерина Великая тоже продолжала приглашать из Европы мастеров Рокопоа, которые делали для неё вещи, интерьеры и дворцы. При этом для того, чтобы она приглашала классицистов с их величественными колоннами, она приглашала для больших проектов. А для себя она приглашала редко, но приглашала именно Рокайлинг-мастеров, потому что всем надо отдыхать взглядом. И вот один из дворцов, китайский дворец Екатерина II Варенинбауме, построенный итальянским архитектором Ринайде, в стиле Рококо. Как я говорила, для Рококо характерно, что архитектуры хорошей в этом стиле не очень много. То есть дворец Рококо с фасадом может быть не очень интересным, зато когда ты попадаешь внутрь, ты как будто оказываешься внутри коробочки, обитые драгоценным атласом. То есть главное в здании Рококо – это интерьеры. И каждая комната – это такая маленькая сокровищница, где интерьеры тебя не подавляют, а где наоборот ты должен отдыхать. Все сделано для того, чтобы ты мягко раскинулся на этих стульях с изогнутыми ножками и мягкими подушками. И вот одна из комнат Деха Дворца. Поэтому такая любовь к розовому цвету, к салатовому, к нежным оттенкам, потому что они не напрягают, они не пафосные. Это, по-моему, та же самая комната с другого ракурса. Здесь потолок, видите, потолок, он не плоский, а он выгнутый. Это тоже, чтобы было приятно глазу. И когда это делается в зданиях другого стиля, то это получается такой купол, ты смотришь на него, ты взмываешь духом выезд, ты видишь Бога. А здесь это получается такой ольхов над кроватью, как будто раскинутый. То есть все приятно. И вот стена тоже этого дворца, которое украшено изображением в китайском духе. Это псевдокитайские такие вещи. Это китайская деревня, где в стиле китайских пагод были построены различные павильончики. А вот то, что при Екатерине Второй творилось для официальной, для публичной жизни. То есть вот эти камерные вещи мы имеем для себя, чтобы отдыхать. А это величественное, вот она дарит Потемкину такой дворец, классицизм, то, с чем мы привыкли ассоциировать эпоху Екатерины Великой. Я как-то собрала в одну папочку, что могла, фотографии, вещей, которые были личными вещами Екатерины Великой. Ее одеждой оказалось, что она предпочитала в одежде, в украшениях, в безделушках, вот такой вот нежный, нефритовый, зеленый цвет, и голубой, и салатовый. И вот эти вот оттенки холодные были ее любимыми цветами. Вот это вот вещи, которые принадлежали Екатерине Второй. Часы, которые сейчас хранятся в Эрмитаже. И статуэтка, ну неизвестно, статуэтка принадлежала ли ей точно. Главное, что это портретное изображение любимой собачки Екатерины Второй, которую звали Зимини. Это левретка, она жила у императрицы, у нее было потомство, и из этого потомства несколько поколений тоже жили, тоже принадлежали Екатерине Второй, а другой помет она раздаривала тем, кого любили. И это собака Зимизира, она была своего рода культовой персоной, то есть понятно, что для придворных была честь получить ее щеночков. Скульптор Рошет сделал несколько ее изваяний, статуэток фафоровых, и это на фабрике, императорском заводе, это все воспроизводилось. То есть у нас такое время, когда культура становится, дурная жизнь настолько богатой, что люди играются в такие мелочи. То есть игра, 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 это важнейшая вещь, которая характерна для этой эпохи, для счастливого 18 века. Причем это занимались не только аристократы, и в буржуазии было достаточно для этого средств. Люди веселились, люди играли вот в эти бирюльки, купали статуэтки собачек и так далее. То, что потом большевики будут назвать мещанством, потому что в советскую эпоху после революции страна была в такой ситуации, что было не до мещанства, не до игры вот в этой нежной фунтифлюшке. Надо было спасать мир, спасать себя, спасать страну. И те, кто этим не занимался, они осуждались, потому что не до этого пришла новая эпоха. И Рококо, кстати, в советскую эпоху тоже осуждалась, хотя ничего плохого там вроде бы и не было по стилистике. Например, еще очень забавно, что советская монография Аватто, великых художников, в одной из них советский искусствовед пишет, что Аватто настолько крупный мастер, что называть его, приписывать, причислять его к мастерам эпохи Рококо, это вот прямо вот надо делать, это оскорбление. С тем, что Аватто крупная фигура, советский искусствовед спорить не мог объективно, но то, что Аватто это мастер эпохи Рококо, это как бы оскорбление художника, потому что Рококо это воспринималось советским искусством, более-менее что-то плохо, потому что это несчастно. Вот. И это другая статуэтка, той же самой Зимиры, и фотография комнаты, где вот там на зеленом подиуме около дальнего окна беленькая статуэтка, это статуэтка, которая с предыдущего слайда, где она лежащая. И эта комната, она отделана в стиле Шинуазри. Шинуазри это псевдокитайский стиль, это по французскому произношению слово китайщина. И там на стене вдали висит портрет девочки обнаженной. Это портрет Елизаветы Петровны в обнаженном виде, написан еще при жизни Петра Первого. И хотя это как бы создан невыполненно, Коху Рококо, но оно прекрасно сюда вписывается в этот интерьер, потому что это тоже уже игра. И я продолжаю рассказывать про собачку. Это великая собачка, вы можете почитать в Википедии, о ней статью, так и называется, Зимира. Это очень интересная тема про эту собачку. То ли это Зимира, то ли ее потомок, внучка, изображена вот на этом портрете, который я уже показывала. Портрет, кстати, еще известен тем, что он вдохновил Пушкина на ту сцену в «Капитанской дочке», где в конце Маши Нейронова встречается с Ладоу добрую помещицу, а потом отказывается, что это Екатерина II. Здесь Екатерина изображена в халате, в халате для правил. Фотография пирамиды на заднем плане это надгробие Леврятки Зимиры. И снизу я написала французский перевод эпитафии, которая была начертана на могиле этой собачки. Мы говорим, 18 век играет в бирюльке. Избыточность ресурсов и избыточность времени настолько велики, что вот можно играться и писать огромные эпитафии своим собакам. Хотя надгробие – это пирамида, что в принципе не напоминает нам Ракоко, это уже знак приближения классицизма или даже классицизма. Ампира все равно это идея того, что мы можем этим заниматься, потому что у нас есть свободное время, потому что у нас свободное время на такие мечи. Шуноазри. Шуноазри – это вот этот вот стиль, он является одним из ключевых ответвлений эпохи Ракоко. Это когда берется что угодно типа в китайском духе и делается, пишется европейскими художниками. Опять Бушем – это китайская жанровая сцена. Нам теперь, мы же люди образованные, у нас на виду все вот эти оригинальные вещи, мы их видим, нам это кажется немножко смешным, даже очень смешным. Это такая вот подделка, подделка, причем попытка изображения раскосых глаз, например. Ну и вообще, это какая-то невероятная живопись с акцентом, но это тоже остается очень милым и изящным. Обратите внимание на терламутровый колорит. Теперь вот другие вещи. Сейчас мы привыкли, что китайцы подделывают все, что угодно, любые товары, а в том столетии, в эпоху Рохоко, наоборот, европейцы подделывали, имитировали китайские вещи, потому что, ну, собственно, вести оригиналы из Китая было достаточно дорого, ну и потом китайцы, положено, не делали какие-то вещи таких размеров, какие были удобны для европейцев. Это кровать. Англия, где-то около 1750 года, стул, посмотрите, на самом деле стильный стул, очень классный, фарфоровая статуэтка из Германии тоже в этом стиле Шенуазри. Сейчас будет неприличный слайд, я прошу извини, но мне просто очень хотелось его показать. Это китайская вещь, которая вошла в легенды русской культуры как якобы тот самый слепок с члена Потемкина, который был Екатерина II. На самом деле это китайская игрушка, сексуальная игрушка. Вот она так и выглядит. И она попала в Россию тоже на волне вот этого увлечения Китая. Вообще России было очень удобно, потому что в отличие от Европы, которая везла все океанами, морскими маршрутами, у нас был свой путь с Китаем сухопутный, откуда попадали нам вещи более дешево. И, кстати, именно поэтому чай, который в Европе стоил гигантские деньги до определенного момента в Москве стоил дешево, потому что он им попадал чайными клиперами, а нам он попадал сухопутным путем, и он чуть ли не в 10 или в 100 раз была разница в цене. И, кстати, есть интересное, я не знаю, сколько это правдан, что мы говорим чай, и вообще те народы, которые говорят чай через слово че, турки, они тоже говорят чай, мы, это те народы, которые получали чай с северных территорий Китая, где это слово произносят через этот звук, а те народы, которые говорят чи, те, через букву т, там, англичане, итальянцы, это те народы, которые покупали чай у южных территорий Китая, где говорили чай с этим словом. Я не знаю, сколько это правдан, но мне нравится как характеристика этих географических коммерческих потоков, Потому что, когда мы говорим об искусстве, нельзя забывать, что всё это всё равно всегда связано с экономикой и политикой. Это не само по себе зарождается. И мы потихонечку подбираемся к французской революции. Одна из причин, почему произошла французская революция, потому что аристократы всем надоели, и они своей избыточностью, богатством, игровой культурой, эгоизмом, выкачиванием денег подорвали ресурсы государства. И Рококо с его богатством, избыточностью, в обращении внимания на безделушки, как раз является симптомом проявления вот этого образа жизни, эгоистического образа жизни. И Мария Антуанетта, которая по легенде говорила, нет хлеба, ешьте пирожные, она так не говорила, это чёрный пиар, но эта история, она прекрасно подходит к всей этой теме. И вот одна из спален Мария Антуанетты. Посмотрите, какой прекрасный здесь дизайн. Очень всё приятно, гармонично. Я думаю, любой из нас не отказался бы вот этими вещами обставить свою комнату, потому что они не потеряли свою красоту и стильность, и они приятны глазу. В отличие от большинства интерьеров, например, которые мы здесь видели, вот в этой комнате жить не хочется. В этой комнате ты понимаешь, что у тебя немножко голова заболит, и спать мне не хочется. Сейчас так бы цыгане, грубо говоря, цыганские бароны обставляли свои комнаты. А вот интерьер Марии Антуанетты очень приятен глазу. И тут, конечно, уже не так много рококо, тут уже есть и классицизм, и наступление эпохи Ампира. Но рококо, он важен тем, что он взял всё самое лучшее, всё самое красивое, умение быть гармоничным и приблизимым к человеку. Потому что барокко, оно, конечно, мощное, красивое, но оно было не человеческое, оно было для королей. А рококо, оно уже для людей, и для нас с вами в том числе. Вот такое вот. И вот я вам ставлю портрет Марии Антуанетты, чтобы мы вспомнили о том, какая она была. И я совершенно не рассказывала о том, как рококо отражалось в моде, потому что это совершенно отдельная, огромная тема. Но можно упомянуть, что эти платья остаются такими же гигантскими и неудобными, как в эпоху барокко. И, возвращаясь к тезису об аллергии, недаром, в эту эпоху классицизма происходит резкий отказ от этой моды, и у нас появляется такие плачешки, как и у Татьяны Лариной и Наташи Ростовой. Без этих жутких юбок, жутких корсетов и так далее. Наташа Ростова и Татьяна Ларина носили корсеты, это были такие гибкие изделия, но они не были настолько жёсткими керасами-доспехами. Ну, а вот эти фижмы, кринолины, они вообще не носили. Это вот аллергическая реакция. А потом, уже к Николаевской эпохе, как мы помним, у Стиля случилась аллергия уже на эти ночные рубашки, и появились, снова вернулись вот эти гигантские юбки. Уже немножко другие, но они всё равно вернулись за некоторое время. Вот, и в живописи, и вообще в искусстве тоже происходит реакция, и в этот период клысицысты, которые всё это время оставались, они существовали, не жили, там свети кончиков ковырялись, потому что их стиль не был популярен при дворе, и поэтому они не то что ушли в подполе, но просто вот они ушли на второй план. В этот момент они набирают такую внутреннюю силу, такую энергию, что их уже становится невозможно игнорировать. Они становятся выразителями идей общества, которое глобально требует смены всего, такого оздоровления, которое устало от игривости ракопорта. И вот одно из великих произведений вот этого классицизма. Про слово классицизм. В России не было первого классицизма раннего, который в Европе был при Людовике Солнце, потому что у нас в ту эпоху ещё ничего не было, когда было царство. Поэтому словом классицизм в России называют то, что в Европе называют словом неоклассицизм. То есть русский классицизм – это тот классицизм, который начался вперёд в французской революции. Это русский классицизм. Из европейцев – это неоклассицизм. Их первый классицизм был в XVII веке. И вот это вот, это произведение классицизма, и мы снова видим возвращение к тезису того, что тело человеческое – это колонна, и колонна – это эталон всего красоты. И живопись, художники прошли такой прогресс, что эти сюжеты удаётся изображать очень экспрессивно и сильно. И патоки больше нет. Глаз массового зрителя устал от патоки. И чем это заканчивается? Это заканчивается вот так вот. Это заканчивается тем, что Марию Антуанету казнят. И казнят её мужа. Это произведение наивного художника, который рисовать не умел. То есть это просто как лубок. Это французский лубок. Но он очень выражает, что случилось со Стилем Рококо. Вот там, видите, мужчина в коричневых штанах, у него палка, и он насадил на палку голову этой прекрасной королевы. И в искусстве Рококо этим обрывается. И дальше мы имеем неоклассицизм, который проникает по всему миру. Ну и поскольку искусство развивается циклически, в конце XIX века при Наполеоне III происходит новая вспышка Рококо. Это когда французы начинают играть в то Рококо XVIII века. Но это уже не настоящий Рококо. Это такой историзм. Мы в ту эпоху играем в историзм и строим... Бунцума, Воснецов рисует богатырей. То есть это игра в наш Древний Русь. Верей Рафаэлиты играют в античную готику. В Испании в это время играют в мавританские мотивы. А французы играют в этот второй Рококо. Это не настоящий. Вот, как бы я закончила. Давайте задавайте вопросы. Павел? Ну что ж, мы еще немножко подождем. Если вопросов не будет, я пока хочу проанонсировать следующий вебинар Софии, который состоится через месяц. Вот я подготовил ссылочку. Записывайтесь на него прямо сейчас. Вот. Я благодарю всех за участие в нашем вебинаре. Сегодня было, как всегда, очень интересно. Приходите к нам еще. Приходите на вебинары Софии. Они будут еще в мае и июне. Вот. И приводите с собой всех, кто интересуется историей искусства и искусствоведением. Ну что ж, на этом я хочу всех поблагодарить. Особенно поблагодарить Софию за блестящий вебинар, как всегда. И проститься с вами до будущей недели, когда Директ Академия продолжит свои вебинары. На следующей неделе у нас тоже богатая программа. Предпраздничная, можно сказать, уже. Ну что ж, всем спасибо. Всем спасибо. До свидания. 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 Продолжение следует...